Ашхабад. Здравствуйте дорогие слушатели. Нажмите на колокольчик. Оставь комментарий. Ашхабад. Город столица Туркмении. Город Ашхабад был основан в 1881 году на месте одноименного туркменского поселения крепости как приграничное военное укрепление и административный центр Закаспийской области Российской империи. Управлялся военной администрацией. Город состоял из глиняных домиков, окруженных фруктовыми садами. Улицы проектировались прямыми и по большей части с одноэтажными строениями, так как после нескольких землетрясений было принято решение не возводить многоэтажных зданий, если они были глинобитные. Население города в 1901 году составляло 36,5 тысяч человек, из них 11,2 тысяч персов, 10,7 тысяч русских, 14,6 тысяч армян и прочих национальностей. Туркмены обитали вне города в своих кочевьях. С 1881 по 1918 год город являлся административным центром Закаспийской области Российской империи. С 1918 по 1925 год административным центром Туркменской области Туркестанской АССР. В феврале 1925 года Ашхабад, в это время носивший название Полторацк в честь большевика Павла Полторацкого, получил официальный статус столицей Туркменской АССР. 6 октября 1948 года в Ашхабаде произошло одно из наиболее разрушительных землетрясений в истории. Сила в эпицентральной области составила 9,10 баллов. Магнитуда землетрясения М равно 7,3. Было разрушено 90-98% всех строений. По разным оценкам, погибло от 1,2 до 2,3 населения города, то есть от 60 до 110 тысяч человек, так как сведения о числе жителей неточны. В настоящее время в Туркмене считают, что землетрясение унесло жизни 176 тысяч человек. В 1962 году Каракумский канал был доведен до Ашхабаду. Что позволило решить проблему хронической нехватки воды в городе. В июле 2003 года в Ашхабаде были заменены порядковыми номерами названия всех улиц, кроме девяти основных магистралей, часть которых названа в честь Сапар Мурата Туркменбаши, его отца, матери, а также почитаемого в стране поэта Махтумкули. Центральная дворцовая площадь обозначена числом 2000, цифра, согласно данным государственной газеты «Нейтральный Туркменистан», символизирующая новую эпоху в истории туркменского народа, начала Золотого века. Остальные улицы получили большие или меньшие четырехзначные численные названия. 2008 года в Ашхабаде произошло вооруженное выступление боевиков, вошедшее в историю, как ашхабадский мятеж. Для подавления мятежников, засевших в столичном районе Хитровка, власти применили тяжелую бронетехнику. По сообщениям очевидцев, на севере столицы в течение выходных были слышны взрывы и перестрелки из автоматического оружия. По официальным сведениям, боевики были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Однако, по данным некоторых независимых источников, противниками военных были радикально настроены оппозиционеры. Президент Туркмен Игорь Бангулаберда Мухаммедов признал, что в результате боев погибли сотрудники спецслужб. Согласно официальным данным Государственного комитета Туркменистана по статистике на 1 января 2012 года, в Ашхабаде проживало 12,7% населения Туркмении. При этом оценки численности населения страны официально не публикуются. Перепись населения была проведена 15-26 декабря 2012 года. Предварительные итоги должны были быть опубликованы еще в июле-августе 2013 года, однако итоги переписи, по состоянию на январь 2018 года, так и не были опубликованы. На 17-27 декабря 2022 года запланирована новая перепись населения Туркмении. По данным предыдущей переписи 1995 года, численность населения города составляла 604,7 тысяч человек, а по официальной оценке на 2001 год – 712 тысяч человек. На 1 июля 2002 года официальная оценка численности населения составляла 743 тысяч человек 14, в середине 2003 года население Ашхабада официально оценивалось в размере 790 тысяч человек, 13% населения страны, а 18 ноября 2005 года было официально объявлено о достижении 900 тысячного рубежа, 13,4% численности населения страны. На официальном сайте ЦРУ США численность населения Туркмении оценивается в размере 5,17 миллиона человек, по состоянию на май 2014 года, что позволяет предполагать численность населения города Ашхабада в размере до 650 тысяч человек. При проведении выборов депутатов Меджлиса в декабре 2013 года была опубликована численность избирателей в Ашхабаде и в стране в целом. Так, в столице было учтено 396 тысяч избирателей, а в стране – всего 3063 тысячи, что дает близкую оценку доли населения Ашхабаду. В городе сосредоточено 12,9% избирателей страны. Согласно оценкам Бюро переписи населения США, доля населения моложе в 18 лет составляет в Туркмении 33%. Следовательно, численность населения страны на декабрь 2013 года составляла 4,57 миллиона человек, а Ашхабада – около 0,59 миллиона человек. При этом следует отметить, что число жителей страны в возрасте 18 лет и более по оценкам Бюро цензов США составляло 3448 тысяч, что было на 12,6% больше официально опубликованных данных о численности избирателей. К 2006 году численность туркмен в городе составила 77% жителей, остальные 23% приходятся на такие этнические группы, как русские, армяне, узбеки, украинцы, азербайджанцы, турки, татары, персы, казахи – всего более 100 национальностей. После выхода из состава СССР 26 декабря 1991 года город стал точечно застраиваться высотными административными и жилыми зданиями, общественными сооружениями. Здания в современном Ашхабаде возводятся по большей части в восточном архитектурном стиле. Почти все дома – небоскребы, мечеты и тротуары украшены красивым белым мрамором. Две архитектурные достопримечательности города постсоветского периода – телеодиовещательный центр Туркменистан высотой 211 метров и трехступенчатое 11-этажное сооружение Дворец бракосочетаний Бакт-Кожги, построенный в 2011 году, были отмечены в сентябре 2012 года Международной премией Интернационал Проперте Ауарце Уропи в номинации «Архитектура общественных сооружений». Выделяется своим архитектурным размахом монумент нейтралитета, сооруженный в виде арки, увенчанный 12-метровым позолоченным скульптурным изображением президента Туркменистана Сапар Мурата Туркменбаши на фоне развивающегося флага. При реконструкции центральной площади города Арка была разобрана, снесена и вновь возведена в первоначальном виде на юге столицы. В современной застройке Ашхабада привычной нормой стала точечная застройка высотными, преимущественно 12-этажными, домами. Прежде всего, это жилые башни, где первые этажи отданы под торговые площади и службы сервиса. Многие здания, даже старые, отделаны мрамором. Формируется деловой центр Ашхабад-Сити на Арчабилском шоссе. По эксклюзивным проектам завершено строительство зданий ряда министерств и ведомств, учебных, исследовательских и культурных центров. Линия административных зданий и общественных зон по Арчабилскому шоссе будет продолжена. Дорогие слушатели! Крупнейший административно-политический, промышленный, научный и культурный центр государства. Ашхабад является отдельной административно-территориальной единицей Туркмении. Название города произошло от персидских слов «Эшк-Любовь» и «Абад-Населенное место», «Город». С момента завоевания Туркменистана Российской империей город, официально перешедший к России по Ахалскому договору с Персией 21 сентября 1881 года, назывался Асхабад. Это название сохранялось до 1919 года. 1919 года город был переименован в Полторацк в честь революционного водителя и председателя совнархоза Туркестанской республики ПГ Полторацкого. 1927 года город получил название Ашхабад. После провозглашения Туркменистаном своей независимости 1991 года, ряд населенных пунктов в стране были переименованы. В частности, город Ашхабад согласно постановлению Президиума Верховного Совета Туркменистана номер 686 КСИ от 17 апреля 1992 года официально стал именоваться Ашхабад. Так как именно эта форма более всего соответствует оригинальному туркменскому названию. В официальных средствах массовой информации России используется название Ашхабад, признанное официальным на основании распоряжения администрации президента Российской Федерации от 17 августа 1995 года номер 1495 о написании названий государств, бывших республик СССР и их столиц. Проспект Бетараб Туркменистан в Ашхабаде в настоящее время в законодательных актах Туркменистана, в их текстах на русском языке, в официальных средствах массовой информации Туркмении. На официальных сайтах столицы Туркменистана город именуется Ашхабад. В туркменистанской прессе были опубликованы мнения о том, что название города восходит к династии парфянских царей Аршакидов, Ашканидов, а основание города следует отнести к 3 веку до н.э. Однако, в реальности сам город основан лишь в 19 веке в качестве крепости, а в 3 веке до н.э. возник не он, а расположенная в 18 км от него Ниса, действительно являвшаяся столицей парфянского царства. Но не единственный Ашхабад расположен на юге Туркмении, в 25 км к северу от границы с Ираном на Туранской низменности. Город находится в оазисе Ахалтеке на Прикопеддакской предгорной равнине. С юга к городу подступают горы Копеддак, с севера пустыня Каракумы. Высота над уровнем моря составляет 214-240 метров. Нажмите на колокольчик. Оставь комментарий.